Всем привет! Ну, это третий урок из управляющей конструкции, цикл repeat until. Repeat until. Ключевое слово repeat переводится повторяй. Повторяй какую-то команду, пока здесь не появится истина. То есть, если мы запустим сейчас наш цикл, то он повторяет, пока здесь не появится истина. Ну и истина у нас уже стоит константой, да? И вы заметили, в чем отличие, например, от управляющей конструкции while? У нас команда, которая находится внутри цикла repeat, она все равно выполнилась один раз. Что бы мы не делали, какие бы мы условия здесь не ставили, хотя бы один раз у нас команды выполнятся внутри цикла. Вот в этом главное отличие. Этот цикл еще называется цикл с постусловия. Что такое постусловие? Ну, это означает сначала что-то сделай, а только потом проверь условия. А предыдущий был с предусловия, просто с условием. Значит, сначала проверь, а потом сделай. Ну, помните такую поговорку? Семь раз отмерь, один раз отрежь. Вот. Так. Ну, а если мы поставим сюда false, ложь, ложные условия, то цикл, по идее, должен стать бесконечным. Да, вот он бесконечный, я его остановлю. Видите, да? Так, давайте-ка добавим сюда наш счетчик, как в предыдущем примере. Начнем считать. Counter равно Counter плюс 1. И здесь условия. Условие должно стать истинное. Например, Counter больше 5. Означает, будем повторять нашу вот эту петлю, наш цикл, пока наш счетчик, значение переменной Counter, не станет больше 5. Давайте запустим. Отлично. Результат, как в предыдущем уроке, номер 2, про управляющую конструкцию while. Ну, сравните с предыдущим уроком и поймите, в чем преимущество этого цикла, в чем преимущество того цикла. Все, заканчиваем урок, всем пока, ставим лайки, подписываемся и так далее.